Вся эта толпа людей спустилась на лёд ради единственного рыбака, который решил порыбачить в будний день. Кроме него на Абаканской протоке никого. Меньше конкуренция, больше улов. Правда, видимо, не сегодня. Сотрудники МЧС предупредили мужчину, что рыбачить опасно. Хоть на улице минус 20, но лёд ещё не устоялся. Но у рыбака свои аргументы. Вот сколько пришёл когда. Сколько получается лёд. Вот он лёд. Пенсионер признаётся, сам не лезет на лёд, когда есть опасность. И проверяет толщину кромки перед тем, как усеть сосудочкой. Говорит, рыбачит с ранних лет и уже знает, насколько это опасно. Какой риск может быть? Если тонкий лёд, это только идиот пойдёт. Или жадный сильно. Какая толщина льда, чтобы вы уже не пойдёте? Ну, 15, наверное. 15 уже можно выйти, но и то. Десятку нет. А некоторые вообще выходят на спичный коробок. Вот как раз такие беспечные рыбаки представляют основную опасность для себя и окружающих. Всем любителям подлёдной ловли выдаётся памятка. Там написано, как определить опасные участки и как выбраться, если лёд провалился. Тревожнее всего, когда люди выходят рыбачить массово. Но в этом году провалов пока не было. Сегодня у нас холодная погода. В выходные дни здесь наблюдается массовый выход рыбаков. До сотен выходит на лёд. И вот видели, три дня назад была температура плюсовая. Сегодня холодно. Через три дня она будет опять плюсовая. Лёд будет тонкий. Опять будет опасность выхода людей. Ну, хотелось бы обратиться настоятельно к рыбакам, к людям. Сказать, чтобы ограничили свой выход на лёд и досуг проводили в более безопасных местах. Такие рейды с участием полицейских и администрации спасателей проводят каждую неделю. В городе установили 50 табличек, там, где выход на лёд запрещен. Юрий сегодня получил устное предупреждение. Но любители зимней рыбалки также могут получить и штраф от 500 до 1000 рублей. Антон Шевчук, Сергей Кашин, Афонтова новости.